В некоторых российских музеях тестируют новое приложение «Артефакт» — гид с использованием технологии дополненной реальности. Насколько востребован такой мультимедиа-экскурсовод и как он работает, на примере Пушкинского музея, показала Ирина Разумовская. Мы запускаем приложение, оно сразу по геопозиционированию понимает, где мы находимся. И теперь мы уже можем через свою камеру видеть те экспонаты, которые действительно распознаются. Вот мы смотрим с вами на портал собора. Мультимедиа-гид дополненной реальности первыми запустили в Пушкинском музее. Затем присоединились другие музеи России и было создано отдельное приложение «Артефакт». Направление онлайн-просвещения пока только развивается. И уже многие произведения искусства в египетском зале или во фламандском рассказывают о себе сами. Святая изображена на тесненном золотом фоне со своими атрибутами — башней и книгой. Дает человеку возможность и для воображения, и для познания, что очень важно. И, кроме всего прочего, он не зависит ни от кого. То есть ему не нужно сдать экскурсовод, он может сам получить тот набор необходимого, первого необходимого, который расширит его понимание искусства. Что, конечно, не заменяет жилового человеческого общения, безусловно, тех возможностей, которые дает экскурсовод. Чтобы запустить такое приложение, работают десятки специалистов по цифровым технологиям, программисты и научные сотрудники музея. Разработчики придумали так называемые «точки интереса», благодаря которым посетитель музея локально и дозировано получает информацию о каждой важной детали. Человеку больше не надо сканировать какой-то QR-код или вбивать информацию, а достаточно просто через камеру, чтобы ваш смартфон увидел изображение и сам сказал, что это перед вами. То есть изображение на телефоне просто должно совпасть с заранее загруженным в приложение. И это одно из главных отличий артефакта от подобных мультимедиагидов. Причем музейные работники сами заливают все необходимые данные про все экспонаты от фотографий до текстов. Здесь можно заполнить всю возможную информацию анкетную об экспонате, сделать сколь угодно интересную, сложную по верстке статью. И проставить точки интереса, те самые, которые нас больше всего интересуют. Для этого входим в изображение и здесь все предельно просто. И помощь разработчиков нужна только на уровне, когда требуется добавить в платформу, в приложение новые опции, функции. Технология уникальна и тем, что теперь на экран телефона или планшета можно получить данные, которые обычно скрыты от посетителей. Ни в одном музее мира пока еще нельзя вот так просто по одному клику абсолютно бесплатно увидеть в дополненной реальности произведение до реставрации. Или рентгеновский снимок, где просвечивает первый вариант картины. А если навести камеру вот на эту египетскую льняную погребальную пелену второго века нашей эры, откроется результат цифровой реставрации. Пока в Пушкинском музее большинство посетителей все же предпочитают обычные аудиогиды или читают экспликации на стене. Мы решили провести эксперимент и рассказали некоторым о существовании нового приложения и мультимедиагида. Как вы думаете, это будет замечательно? Конечно, будет востребовано. Тем более сейчас молодежь очень мало осведомлена. Они другими интересуются, у них гаджеты. Поэтому это будет очень здорово. Как вам кажется, это вообще интересно? Да. Да. Почему? Потому что не всегда аудиогиды могут рассказать все в таких подробностях. Да, я думаю, это полезно для тех людей, которые не шарят в искусстве. Отдельная опция приложения «Артефакт» позволяет повесить понравившуюся картину в дополненной реальности своего дома. Выбираем полотно, определяем место на стене, нажимаем на плюс и пробуем повесить картину на своей стене. Вообще использовать мультимедиагид можно и для сканирования изображений на магнитах, открытках и в каталоге. То есть любой сувенир и иллюстрация могут стать окном в музей. Ирина Разумовская, Елена Хвостова, Александр Кубасов и Денис Остапчук. Новости культуры.